Резко увеличилось число заявок на бесплатную землю, на так называемый Дальневосточный гектар. Напомню, с 1 февраля началась реализация третьего этапа федерального закона. Он дает возможность получить бесплатную землю на Дальнем Востоке всем гражданам страны, вне зависимости от места прописки. Кто сегодня претендует на участки и как самостоятельно его выбрать, в нашем следующем сюжете. Жители регионов России начали подавать заявления на Дальневосточный гектар в Якутии. В первые дни февраля поступило 26 обращений от жителей Москвы, Кировской, Ленинградской, Челябинской, Пензенской, Ростовской областей. Захотели бесплатную землю и якутяне. В конце прошлого года процент желающих был ничтожно мал. Спустя два месяца ситуация изменилась. Некоторые участки уже в стадии оформления. Непосредственно по предоставлению одного гектара обратилось в район 64 заявителя. По 15 заявлениям были отказы в связи с тем, что земельные участки частично совпадали с участками, которые уже стояли на кадастровом учете. По остальным ведется работа. По 15 уже заключены договора и зарегистрированы надлежащим образом в рекпалате. Увеличилось и число обращений в многофункциональный центр «Мои документы». Если на конец прошлого года услугой оформления заявки на бесплатную землю воспользовались всего два человека, то в новом линчане стали активнее. Хотя пока предпочитают оформлять землю через районную администрацию. В МФЦ чаще обращаются за консультацией. В Мирницком районе такая же тенденция. На сегодняшний день через наш центр подано 7 заявлений в бумажном виде, а также была предоставлена помощь при подаче заявок через федеральную информационную систему через сайт на дальнийвосток.рф около 20 гражданам. Ходить по инстанциям нет необходимости, уверены специалисты администрации. На сайте на дальнийвосток.рф можно не только найти исчерпывающую информацию, но и самостоятельно определить границы будущего участка. На карте, которая в электронном виде размещена на портале на дальнийвосток.рф, четко видно, какие участки сформированы и очень хорошо помогает избежать возможного наложения, то есть возможного отказа. Если участок уже выбран, то нужно поторопиться с его оформлением. В администрации Ленского района рассмотрели 56 уведомлений о незарегистрированных правах на землю. Это своеобразная бронь. Она действительно только до 1 апреля. Вовремя не оформить земельные отношения, участок будет доступен другим желающим. Их, скорее всего, будет немало. Государство готово раздать 140 миллионов гектаров земли на Дальнем Востоке.